Всем привет! Это Детские Вести с Доминикой Незиновой. Сегодня мы поговорим о полицейских собаках, о ёлке и простуде. Ещё мы подготовили для вас небольшой сюрприз. Но о нём мы узнаем в конце выпуска. А сейчас мы вспомним, как прошли эти две недели. На осенних каникул прошли ульяновские Дельфийские игры. Это почти то же самое, что и олимпийские, только для детей, которые занимаются музыкой, рисованием и танцами. Команда 200 от всей души поздравляет победителей. 3 ноября ульяновск погрузился в Ночь искусств. В этот день можно было допоздна задержаться во всех музеях и библиотеках. И везде можно было увидеть что-то невероятное. От портрета на рисовом зёрдышке до костей гигантского ящера. Мы там были. А вы? Ну, главное событие, конечно же, это прошедшие каникулы и начало второй четверти. Самый любимый среди школьников. Ведь она длится меньше двух месяцев и всегда заканчивается Новым годом. Кстати, до него осталось всего 53 дня. Пора писать письма Деду Морозу. Вот куда относить эти письма? Об этом нашим шутжитем. Готовь сани летом и новогодний костюм в ноябре. До праздников осталось меньше двух месяцев. Уже 27 декабря в село Кузоватого приедет настоящий Дед Мороз из Великого Устюга. В этом году столица Ульяновского Нового года будет именно там. Тем временем сказочные злодеи уже строят свои коварные планы. К нам в редакцию уже поступило первое обращение. Дорогие ребята, беда. Мышиный король похитил новогоднюю звезду. Спасти ее и наш любимый праздник Новый год сможете только вы. Вас ждет увлекательное приключение в нашей новогодней сказке. Мы ждем вас, ребята. Ждать нас Снегурочка будет в Доме офицеров с 27 декабря по 6 января. Ой, а что это в музее метеостанция будет твориться? Туда наглянет Джуманджи. Помните такую игру? У нее еще кино есть. Не Новый год, а какое-то стихийное бедствие. Не то, что в Ленинском Минцентре. Там изучил кончика показывать. А во дворце губернаторском сказку «Аленький цветочек». А это еще что такое? Так, елочку мы заказали. Подарки уже везут. Осталось отправить приглашение нашим детишкам. Фиксик, пиши. Я ничего не могу сделать. Что-то случилось с памятью. Наверное, это опять Киберкощей что-то натворил. Ничего себе, ребята, а ведь Киберкощей хочет Кибер-елку во дворце творчества учащихся и молодежи сорвать. Вот уж и нет. Мы ему не дадим, правда? Все на елку. Я вам еще самого главного не рассказала. Во всех парках города уже совсем скоро откроется почта «Добрых дел Деда Мороза». Пишите письма и рассказывайте дедушке, что хорошего вы сделали в этом году и чему научились. И тогда в новогоднюю ночь точно случится чудо. Ну а сам Дед Мороз к нам в город прибудет 25 декабря. Тогда же на Соборной площади откроется его резиденция. И работать она будет все праздники. Специально для детских вестей Полины Винокурова. Завтра будет праздновать День полиции. Накануне праздника команда 200 познакомилась с самыми послушными и лохматыми полицейскими. Вам родители тоже говорили, что заведут щенка, только если вы сами будете им заниматься. Так вот, они говорили серьезно. Мне подарили щенка. И теперь это моя главная забота. Прыгать, прыгать, прыгать. Сидеть! Да, это не так-то и просто. Дрессировать собаку. Пожалуй, мне нужен совет опытного собаковеда. Или собаковода. Как правильно? А правильно? Кинолога. Именно так называются люди, которые занимаются разведением и обучением собак. К ним-то я и отправлюсь за советом. Центр кинологической службы при полиции Ульяновской области – это серьезное место. Здесь работают почти 100 собак. С самого щенячьего детства у них почти каждый день тренировки. Ну и, конечно, эти собаки крайне воспитаны и очень послушны. Дай лапу. Молодец, хорошо умный. А ты? Дай лапу. А вот и правильно. Между прочим, нечего всем подряд лапы раздавать. Это служебная собака. И слушаться она должна только своего хозяина. Не то любой бандит ей будет командовать. Это что за полиция получается? В чем заключается работа собак? У нас работают собаки по нескольким направлениям. Основное направление – это разыскная служба. Это собаки ходят по следу, выезжают непосредственно на места преступлений. Кражи, грабежи, разбои. Второе направление, которое также у нас многочисленное – это поиск с собаками взрывчатых веществ. Ну и, как бы, третье направление основное – это поиск наркотиков. Как всему этому можно научить? Не представляю. Моя Жужа и сидеть-то не хочет. А эти собаки по команде и в огонь, и в воду, да еще и с элементами паркура. А с какого возраста надо собаку обучать? Ну, в зависимости от индивидуальных особенностей вашей собаки, ну, я бы вам сказал, чем лучше, чем раньше, тем лучше. Можно начинать пробовать обучение с двух-трех месяцев, ну, смотря что вы хотите от нее добиться. Самых элементарных команд – сидеть, лежать ко мне. В два-три месяца собака вполне… Это самое главное. Ну, для вас может быть самое главное. Оказывается, обучить можно почти любую собаку, даже порода не так важна. Но собаки, как люди, у каждой свои особенности и свой характер. Бывают тихони, бывают лидеры, а бывают и настоящие хулиганы. Главное – найти каждой собаке свой подход. А что надо сделать так, чтобы собака слушалась у вас? Чтобы собака слушалась? Ну, для начала нужно наладить контакт с собакой. Будет контакт, будет взаимопонимание. И для собаки, в первую очередь, вы, как хозяин, должны быть авторитетом. Так вот, оказывается, что… А я-то думала, Жужа моя просто слушаться не нравится. А вот, кстати, на самом деле, собакам нравится выполнять команду? Или для них это тяжкая работа? Они понимают, как игру. Они думают, что они за это получат мячик. Либо еда, либо игра, да? Да. Поэтому, если судить в этом направлении, то, я думаю, им нравится работать. Служба в радость – отличное правило для дрессировщика. Вот с него-то мы с Жужей и начнем. Теперь-то я уверена, у нас все получится. Специально для детских вестей – Телья Кемединова. Ой, а главное-то я забыла. Ведь завтра день работников полиции, а значит, у мохнатых сотрудников ЦКС тоже праздник. Мы с Жужей от души поздравляем всех служебных ПСО и их тренеров с их профессиональным днем, легкой вам службы и интересных заданий. Выпал первый снег, а это означает, что зима не загорали. Как изблик простудок в нашем опросе. Первый снег уже выпал, а значит, зима уже близко. Вместе с ней – простуды, ангины и прочие неприятности. В ожидании сезона своих платков мы решили выведать у ульяновцев, как сбереть свое здоровье в зимние холода. Что вы делаете, когда чувствуете, что вы заболели? Ну, я сразу начинаю лечиться. Горячий чай, варенье. А прививки какие-то делаете? Нет, не делаю прививки. Ну, если сильно заболели, то вызываем врача, конечно. Самолечением не занимаемся. А вы верите, что можно вылечиться горчичниками, домашними рецептами? Думаю, да. Это даже больше помогает, мне кажется, чем вот эти всякие таблетки. Что вы делаете, чтобы не заболеть? А вот сахметь себе надо одеваться хорошо и вот кушать питание, хорошее питание и... а еще что? Вообще-то я прививку сделала против гриппа. Надеюсь, не заболею в этом году. Наша продача подходит к концу, но не спешите прощаться. Помните, мы вам обещали сюрприз. Оставайтесь с нами. Завтра у нас будет День полиции. Полиция – это такая профессия, которая помогает людям чувствовать себя хорошо в городе или в какой-то населенности. Полиция охраняет нас от всяких владеев. Они рискуют жизнями расследованием, расследовая разные запутанные ограбления и убийства. Вот у меня когда-то велик украли, тоже ГИБД решали. Работа полицейских состоит из сложных обязанностей. Полицейские, они сажают людей в тюрьму, они учат людей каким-то хорошим поступком. Пишут что-то, например, штрафы какие-нибудь. Если бы не было полиции, тогда в мире бы стало очень много плохих людей, которые нам совершенно не нужны. Когда совершается преступление, полиция спешит его распутать. Как, что, во сколько, как это случилось, зачем, почему, кто они были. Детектив узнал, там, получил вики, разные такие вещи. А и пришел такой специальный полицейский, взял руки вверх. А собаки такие, чувствую преступника. Быть полицейским, мне кажется, очень опасно, потому что это работа незащищенная. Полицейский должен уметь хорошо бегать и логически мыслить. Полицейский должен быть отважным, сильным, умным и быстрым. Полицейские должны искать бандитов, допрашивать их, расследовать преступления. Полицейские бывают разные. Бывают ДБДшники, которые работают на дороге, участковые и много других. Лейтенант, майор, полковник, подполковник. Еще есть что-то похожее на полицейский, но это называется дружина. Кинологи такие люди, которые ходят с собаками. Чтобы никто не воровал. И если кто-то сворует что-то, то они будут выяснять, где своровали, что своровали. Если кто-то повысил правильность скорости, то они пришлют ему штраф. Наверное, чтобы был порядок в стране. Поздравляю всех полицейских с праздником. Желаю здоровья и хороших друзей полицейских. Спасибо вам, что вы у нас такие храбрые, мужественные и каждый раз спасаете людей. Без вас было бы нам очень плохо. Хочу, чтобы у вас была работа лучше, и чтобы она у вас была намного легче, и чтобы меньше было всяких плохих людей. Добрый день, дорогие друзья! О погоде на выходные расскажу вам. Я, Мерчин Матвей. В субботу ожидается облачная прохладная погода. В воскресенье немного потеплеет. Урываем последние деньки без снега. Ведь еще можно поиграть в футбол и покататься на великах. Всем пока! Вы еще здесь? Здорово! Помните, недавно мы рассказывали вам, как ребята сами делают мультики? Их работа уже готова к просмотру. Мы рады вам представить первый мультфильм участников проекта «Мой город». Удачи вам просмотра! А я прощаюсь. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok